Иран расслабился. Как только в Израиле официально заявили, что не станут наносить удар по иранским ядерным объектам, с аналогичной версией выступили и в самом Иране. А до этого там молчали. Царила тишина. В Тегеране и без того считали, что Израиль вряд ли решится на удар по ядерным объектам Ирана. Представитель Организации по атомной энергии Исламской республики Бехрус Камал Ванди назвал эти угрозы пустыми. Во-первых, очень маловероятно, что это произойдет. Во-вторых, в случае такой глупости очень маловероятно, что Израиль нанесет какой-либо серьезный ущерб Ирану. А в-третьих, даже в случае ущерба страна сможет очень быстро все восстановить, заявил Камал Ванди в ответ на вопрос корреспондента портала Нур-Ньюс. По информации международных СМИ, администрация президента США Джо Байдена все же получила заверение от Израиля о том, что он не будет наносить удары по иранским ядерным и нефтяным объектам в ответ на недавние ракетные обстрелы со стороны Ирана. По словам источников, размещение системы ПРО-ФААТ в Израиле или около ста американских военных для ее обслуживания помогло снизить опасения Иерусалима относительно возможной реакции Ирана и других угроз безопасности. Несмотря на эти гарантии, история показывает, что выполнение Израилем подобных обещаний не всегда бывает однозначным. В сентябре 2024 года, например, Израиль поддержал инициативу США и Франции по временной остановке боевых действий в Ливане, но вскоре после этого нанес массированный авиаудар. Все зависит от того, кто и насколько серьезно угрожает безопасности Израиля и от текущей ситуации. Тем не менее, в свете недавних ракетных атак Ирана на Израиль, СМИ продолжают обсуждать возможные последствия. Как сообщает CNBC, возможная атака Израиля на Иран может привести к хаосу в мировой финансовой системе и подорожанию нефти до 100 долларов за баррель. Bloomberg, в свою очередь, предсказывает, что цена нефти может вырасти на 13 долларов, если Израиль ударит по иранской энергетической инфраструктуре. В случае конфликта в Урмузском проливе цена может увеличиться с 13 до 28 долларов за баррель. После иранского удара нефть марки Brent сначала подорожала более чем на 5,45% до 75 с лишним доллара за баррель, но затем откатилась до 73 с лишним долларов. Эти колебания цен подтверждают, что любые военные действия в регионе немедленно влияют на глобальные рынки. Но ситуация продолжает оставаться напряженной. Советник верховного лидера Ирана Али Хаминеи Кямаль Харрази отметил, что Иран может быть вынужден создать ядерное оружие, если Израиль продолжит угрожать его существованию. Это заявление подчеркивает напряженность в регионе и непредсказуемость дальнейших шагов обеих сторон. Рауф Насиров специально для CBC. Рауф Насиров